В начале ноября в Молодежном театре прошел спектакль по пьесе «Наш городок» драматурга Торнтона Уайлдера. Пьеса была написана в 1938 году и получила Пулитеровскую премию. События разворачиваются в начале 20 века в небольшом американском городке, а действующие лица – жители этого городка. Билеты в театр разлетелись, не успел появиться анонс. Наши коллеги тоже побывали на представлении. Джордж, а знаешь, о чем я думаю? Я думаю, а что, если Луна все время приближается и приближается, и вдруг прыгает страшный взрыв? Покажи, что ли? Ты что, ничего не понимаешь? Почему? Потому что, если бы Луна и правда приближалась, ученые, которые сидят и смотрят телескопы, они давно бы это заметили. Написали в 8 газетах. Режиссер Обнинского молодежного театра Надежда Казанская рассказывает, что произведение Уайлдера ей попалось на глаза случайно. Пьеса напомнила о детстве, о близких людях. Предыдущей работой театра была пьеса Шекспира. Фееричный, яркий, музыкальный – так характеризует его режиссер. И после такого автора хотелось вздохнуть. И вот этим вздохом явился как раз спектакль «Наш городок». Он очень непростой. На него, как бы, действительно ходят люди, по-разному реагируют. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то даже плачет на этих спектаклях, кто-то смеется, кто-то находит что-то свое. Но спектакль про нас, про всех. И, наверное, про тех, какими мы были когда-то. И что мы потеряли. О человеке. Как всегда, любая пьеса о человеке. В пьесе нет конфликтов, а они обычно двигают сюжет вперед. Обходится Уайлдер в своем произведении и без отрицательных персонажей. Показан практически рай. Большая часть произведения протекает в спокойной атмосфере, где даже время не особенно ощущается. Яркое событие одно – свадьба двух персонажей. Наверное, по этой причине так эмоционально насыщен финал нашего городка, играющий на контрасте с остальным произведением. Когда у меня пройдет это чувство, будто я одна из них. Сколько времени это продлится? Тише, родная. Жди его, терпи. Смотрите. Они уходят. Тише. Папа, есть. Принес вам святынь. Он когда раньше не знал, в каком раке, в каком телеводе живут в сути. Действие охватывает годы, но это заметно только в финале, где и ощущается скоротечность и необратимость времени, а в безмятежность небольшого американского городка приходит смерть. Вернее, зритель наконец замечает, что она есть в мире пьесы. О смерти говорится едва ли не в самом начале, когда помощник режиссера, один из персонажей, обращается к публике и рассказывает о действующих лицах истории. Он делает ремарку «Доктор Гипс умрет в 1930 году, его именем назовут «Нашу новую больницу». А чуть дальше помощник вновь рассказывает публике о дальнейшей судьбе другого персонажа, мальчика Джо Кроуэлла. Из него, наверное, бы получился замечательный инженер, но началась война, и он погиб во Франции. Эти моменты быстро забываются и теряются в непринужденном повествовании и его бесконфликтности, проникнутые юмором и легкой иронией ситуации, оттесняют существование смерти на дальний план. Вот что вы сейчас сделаете. Ну и вы посидите здесь с мистером Лэвом. Выпините! Чашечку кожи. Ну только объясните мне, какой может быть смысл в этом предрассудке? О-о-о! Слушай, день свадьбы, голова девушки обычно занесли, да? Платим, мотив, другим, другим. О-о-о! Может в этом все дела? О-о-о! Мне это даже и в голову не приходило. О-о-о! Девушка обычно нервничает, нервничает день свадьбы. Сам драматург вначале пишет, занавеса нет, декораций тоже почти нет. Вот и еще различия с постановками Шекспира, более насыщенными в этом плане. Когда ты подбираешь, ищешь пьесу, читаешь, да, ты уже знаешь, какие у тебя есть в обойме в твоей, какие есть актеры. И на этих актеров, как правило, подбирается пьеса, потому что они у тебя есть. Допустим, вот я могла взять эту пьесу, потому что у меня так сложилось, что у меня были актеры, которые смогли бы сыграть данное произведение, да? Причем даже в нескольких составах. Всегда зависит от того, кто с тобой сегодня работает, какие актеры. И тогда выбор пьесы, следующий шаг. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ